Неуверенным в себе министром Алихан Смаилов предложил уйти в отставку. Пока по собственному желанию. Премьер напомнил коллегам о вопросе президента. Можно ли вступить в Новый год с этим составом правительства, который, к слову, остается открытым. Ни один чиновник, правда, не усомнился в своих силах. Вместо этого каждый бодро отрапортовал обновленные отчеты по исполнению поручений Тукаева. И она Гладкова о том, как намерены доказывать свою профпригодность члены Кабмина. Сегодняшнее заседание правительства заметно отличалось от других. После критики президента Кабмин собрался в полном составе. Премьер Смаилов начал сурово. Он предложил неуверенным министрам уйти в отставку по собственному. А в случае провала пригрозил незамедлительными кадровыми решениями. Те, кто не уверен в своих силах и не может принимать решения, можете уже сейчас освобождать место. Продолжим работу только с теми, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. На вопрос президента, а теперь и прямой призыв премьера, никто из членов Кабмина не ответил. Каждый поспешил лишь отрапортовать, что намерен сделать в рамках озвученных Тукаевым поручений. Но журналисты уйти от ответа не позволили. В кулуарах заседания ни один опрошенный министр не усомнился в своих способностях. Некоторые из них попытались вернуть вопрос главе государства. Я лично готов. Я вижу себя. Оценка, это будет со стороны руководства. Если они считают, что я выполнила ее качественно, то, значит, да, сам президент, премьер-министр скажет, что может зайти. Могут сказать, что может, значит, не зайти. Предельно открыто отвечаю. Да, лично я готов войти в Новый год, если мне это доверят. У Скляра отношение к ситуации в Экибастузе слегка отличается от оценки Тукаева. Напомню, президент случившееся назвал катастрофой. А первый вице-премьер резюмировал – не вселенская. Вселенская катастрофа, чтобы весь город замерз, такого не было. И слово «замерзающий Экибастуз» в данном случае относится к трем микрорайонам. К слову, сам Скляр ночевал во время ликвидации ЧЭС в незамерзающей части города. Очевидно, оттого и не ощутил всего масштаба трагедии. Я не ночевал в ТЭЦ. Я жил в городе Экибастузе. Где я жил, то мое... Ну, согласитесь, наверное, я не должен сейчас отчитываться. А у вас было отопление? Сколько градусов было? Отопление было. Не забыли в Кабмине и о регулярных трагедиях на Арселор Миттал-Тимиртау. Как сообщил глава Мининдустрии, промышленного гиганта проверяет Генеральная прокуратура. Контрактные обязательства компании, по словам Каирбека Ускенбаева, пересмотрены. Из позитивного в отчетах министров Нацфонд детям, воспринятую казахстанцами инициативу президента на ура и на какое-то время подзабытую чиновниками, реализуют через год. Счета несовершеннолетним детям откроют в 2024-м. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Алмаш Жугубаев, Astana Times.